Самым главным для любого бойца является победа в поединке и сохранение здоровья. Лучше один раз проиграть, но при этом остаться в норме или иногда даже в живых, чем яростно рубиться и пропускать целую тонну ударов. Многие спортсмены игнорируют тот факт, что они могут изменить жизнь человека напротив себя в клетке всего за пару ударов, причем не в лучшую сторону. Мир ММА богат ужасными историями и случаями, когда добивающему бойцу нужно было остановиться раньше и дело не всегда бывает только в рефере. Сегодня мы поговорим о тех парнях, которые редко добивают своих оппонентов в поединке, за что им конечно же большое уважение. Лиота Мачида. При составлении этого топа на ум сразу же приходит уважаемый ветеран ММА родом из Бразилии. Лиота нравится всем своим поведением во время боя и до него. Очень теплые высказывания и проявление уважения к сопернику до схватки для него не просто мелочь, ведь и в бою он показывал не раз свою истинную натуру. Давайте вспомним его поединок в мае 18 года, когда он нокаутировал Витера Белфорта. Дракон даже не дернулся в его сторону после удара, застыв на месте в ожидании рефери. Также не стоит забывать и его бой с товарищем по команде и близким другом, когда он отправил Марка Муньеза в тяжелый нокаут, и уже на земле он благосклонно опустил кулак, не нанеся ни одного лишнего удара. Поединок с Райаном Бейтером тоже был похож на этот. Мачидо подловил его контрударом и после этого он аккуратно пробил пару ударов, дождавшись рэпере. Еще и в поединке с Рэнди Кутюром он не сразу бросился его добивать, а сначала выждал время и затем нанес лишь пару несильных попаданий. Конечно, ситуации в поединке бывают разные, но Лиота точно относится к тем бойцам, которые стараются как можно меньше избить соперника после того, как он его потряс. Я должен уважать своих оппонентов, потому что боевые искусства учат всех этому. Так что уважайте и в то же время кланитесь к своему сопернику, когда вы что-то делаете. Если вы выиграете или проиграете, вы должны уважать своего противника. В тот момент я положил руки на талию, потому что ожидал какой-либо реакции от Виттера Белфорта. Но как только я понял, что он ничего не может сделать, я просто сел на колени и поклонился ему как человеку, как профессионалу. Поклонился за то, что он сделал для спорта. Майкл Пейдж. Он дразнит и запугивает своих соперников до и во время боя, после чего они ошарашенные падают в нокаут, где он их почти никогда не добивает. На пропускав от длинных и быстрых рук Майкла, соперники начинают шататься по клетке как пьяные и падают на землю, где Пейдж их не добивает. В отличие от Мачиды, который делал это из-за уважения, Веном не добивает своих соперников для зрителей, чтобы полностью продемонстрировать, как он доминирует над ними. Но и это тоже неплохо. Даже проиграв разгром на чемпиону Дугласу Лиме, Веном не стал изменять своим традициям, постоянно танцуя или прыгая возле нокаутированного тела соперника. Он делает это именно для шоу, за которое заплатили зрители. Андерсон Сильва Как же он был хорош в лучшие годы. Он проводил бои с таким хладнокровием, что казалось, всю его панику перед боем забирали его соперники себе. Он был расслаблен, и даже после того, как он укладывал соперника на землю, он не терял голову и редко их добивал, или же делал это максимально мягко. Сколько раз он останавливался, чтобы не калечить бойца, сколько раз он дожидался рефери, чтобы сильно не избивать соперника. Это еще один яркий пример бразильского спортсмена, для которого уважение не последнее слово. Кертис Милендер В феврале 2018 года он дебютировал в UFC ярким нокаутом, победив при этом Тиага Алвиса. Многие были удивлены тому, что он не стал добивать соперника, хотя в своей карьере он почти всегда не спешит удосрочить противника. Можно вспомнить, к примеру, его поединки с Ником Барнесом или же Мэтью Фринси. Он много раз мог накинуться на потрясенного оппонента для добивания, но он не стал этого делать. Отличный парень, который неплохо себя сейчас показывает в UFC. Марк Хант Многие помнят о том, что он подал в суд на Брока Лесснера и UFC за то, что они скрыли проваленный допинг-тест рестлера до боя. Фанаты стали называть Ханта Нэтика, но на самом деле все иначе, поскольку сама Аняс реально в тот момент осознавал все те проблемы, которые он мог получить в бою с Нахимичным монстром. И поэтому в своей карьере он придерживается того, чтобы не усугубить разрушающий эффект своих бомб. Он поистине король нокаутирующей походки в ММА. Стоит вспомнить его бои с Фрэнком Миром, Крисом Татчшером, Роем Нельсоном, Стефаном Штруве и многими другими бойцами. Думаю, в этом топе он бетонно занимает первое место. Мое тело побито, но мозг пока со мной. Я пока отличаю плохое от хорошего, и это главное. Иногда я плохо сплю, начинаю заикаться или проглатывать слова. Память уже не та, что прежде. Я могу забыть то, что делал вчера, но помню всякую ерунду многолетней давности. Это цена за то, что я являюсь бойцом. Я сражался со многими жуликами на допинге, получил много ударов от них. И это неправильно. Представьте, сколько бы я мог покалечить людей, если бы стал их добивать. Друзья, обязательно оставляйте комментарии под роликом, и не забывайте оценивать видео, и писать свои варианты бойцов, которые должны быть в этом топе. Спис cocинária Продолжение следует... ПОДПИССКОМОТИВА